Итак, всем привет! Сегодня выходит третий ролик в цикле передач про черно-желтого муравьиного паука и добавили ему Керлинга в отряд. И сегодня как раз будет обзор на третьего муравья. Это не донатный муравей, это бесплатный муравей, но он будет сезонным. Но прежде чем рассказать о нем, я бы хотел еще ответить на один вопрос, который некоторые задавали как в дискорде, так и в личку мне писали. Смотрите, сейчас у нас идет летний фестиваль с банановым деревом, и многие говорят, что практически невозможно закрывать охоту на диких существ по 70 штук. Все это возможно. Я два дня закрыл, сегодня уже 30 диких убил, при этом и ящериц убил, и ежиков убил всех, а еще 40 к вечеру закрою. Все возможно, каждый день закрывать по 70 и закрывать все этапы для того, чтобы получить максимальную награду за уровень. У нас уже дерево банановое 17 уровня, не так долго, еще пару дней, и дерево будет максимально на уровне, как раз к сбору мы его докачаем. Но цель ролика не в этом, а в том, что кто же будет третьим муравьем в команде. Напомню, что... Откроем, посмотрим. У меня этих муравьев нету пока что, но думаю, что скоро появятся. Первый у нас был черно-желтый паук-муравей. Это танк, это хороший баффер, и самое главное, что он максимально хорошо себя показывает в защите. Он живет против любого соперника. В третью линию мы поставили герлингского муравья прогуна. Он хорошо наносит урон по третьей линии, причем очень значительный урон, большой урон и хороший прок срабатывания. Апает также урон ACP и все в очереди апает всем урон еще дополнительно. В прошлом ролике я сделал небольшую ошибку по поводу этого навыка. Он мапает урон всем трем линиям. Вот. А третьим муравьем к нему, к этой сборке, я думал, думал, смотрел, читал все способности. И сначала я предполагал, что это будет стропон. Но нет. Стропон, да, если он есть, он хороший муравей, хороший урон наносит. О нем мы поговорим в следующем ролике. Также думал, может быть, персеркер тоже хороший урон наносит, хорошо себя показывает. Но тоже нет. Его способности лучше подойдут не для этой сборки. Самый лучший муравей, который подойдет для этой сборки, по моему мнению, я не навязываю это мнение кому-то. Это мое мнение и готов его оспорить как в Дискорде, ссылка на который находится в описании под видео, так и в комментариях. Только не надо писать, что просто это плохой муравей. Если вы высказываете свою точку зрения, хоть как-то обоснуйте ее. Я сейчас постараюсь обосновать, почему именно этого муравья я поставил вторую линию и почему считаю, что эта сборка будет жить, она способна играть именно в ПВП. Это не ПВЕ сборка, потому что в ПВЕ чаще нужно, например, на сорке так, чтобы наносили урон как можно больше по области, то есть по нескольким линиям сразу. А в ПВП часто бывает лучше сыграть в одну линию, уничтожить ее по-быстрому. И тем самым мы обезопасим себя для того, чтобы в следующих раундах убить вторую, третью, первую линию и так далее. Итак, я хочу поговорить и рассказать про Компоноту Суганда. Ну, возможно, некоторые предполагают, что именно он будет. Но давайте я расскажу, почему я выбрал его и чем он хорош. Потому что этот муравей, он однозначно лучший в своем стиле. И он очень хорошо подойдет в команду к керенгарскому пауку и к черно-желтому. Ну, черно-желтый, потому что он танк. Так, давайте посмотрим, значит, что у нас это получается. Подкрепление универсальное, можно использовать с любыми. Вот как раз здесь получается у нас керинг универсальный, компонент Суганда универсальный. Теоретически можно попробовать его не только со стрелками опустить, но и, допустим, с носителями, либо с охраной. Они будут работать хорошо, но нужно смотреть. Стрелки все-таки это урон, а все остальные больше на защиту носителя, что-то среднее. Давайте посмотрим. Первый навык у нас увеличивает численность. Здесь классика, ничего другого, как обычно. Второй навык, смотрим. Второй навык. Шанс 100%. Нанести 210% урона плюс 1% урона случайной очереди противника и снизить ее защиту на 50% на 1 раунд. Каждый раунд он будет наносить по 260 урона. Это великолепно. Потрясающий шанс срабатывания 100%. Это стабильный, хороший дамаг будет. 260% не так много, но, тем не менее, при таком шансе это великолепно. А самое интересное, то, что мы будем снижать еще и защиту на 50% на 1 раунд. Этот навык будет бить дальность действия 4, но он стоит во второй. То есть он будет срабатывать на все три линии врага. Далее у нас идет универсальный муравей, поэтому на 30% дает атаку и защиту. Третий, четвертый навык. Вот, а пятый навык уже поинтереснее у нас. Опять дальность действия 4, опять будет цеплять все три линии. Шанс 60% нанести 190 плюс 1% 190, 240% урона в случайной очереди противника и увеличить урон нашего отряда заднего ряда на 25% в следующий раз, когда они активируют свои навыки. Что это значит? Во-первых, шанс нанести 190% урона, ну, 240% урона, это хороший шанс 60%, или все хорошо, он будет бить часто. Шанс нанести 190% урона, и если нет никаких ошибок с переводом и с пунктуацией, то также получается, что шанс 60% увеличить урон нашего отряда заднего ряда на 25% в следующий раз. Опять мы увеличиваем еще урон керенгарскому. Бой начинается с того, что чаще всего у нас керенгарский паук, муравьиный паук-рыгун этот, будет бить первым. У него плюс 60 скорости, как мы помним, он нанес урон. Далее нанес урон Уганда, предположим, что сработал этот навык. И в следующем раунде керенгарск будет бить еще на 25% больше. Это очень хороший навык, который будет сильно усиливать нашего керенга. Посмотрим следующие навыки у нас. Эффект доминирования увеличивает численность армии. Атаку, защиту на 10% и здоровье на 17%. Все хорошо, наша линия будет дольше жить и также наносить больше урона. Все очереди в отряде со спецмуравьем. Седьмой навык у нас работает на все очереди. Когда спецмуравей в отряде, атака увеличена на 30%. Еще на 30% увеличивается атака. Дополнительный баф на 30% атаки. Это очень хорошо, очень много. А учитывая, что у нас будет хороший танк в первой линии, который будет жить и не пропустит много урона на вторую и третью линию, то получается, что атака сюда будет приоритетнее, чем защита, либо здоровье, которое дают некоторые другие муравьи. И последний, восьмой навык у нас. В начале боя атака всех ваших очередей увеличивается на 50%. Дополнительно мы керингу даем еще 50% атаки. А в третьем раунде наносит 400% и плюс уровень спецмуравья на 1. 450% урона с задней очереди противника 1 раз. Получается, что он в третьем раунде только это нанесет. Первый раунд керинг ударил без дополнительных бонусов. Второй раунд, если Уганда сработал, добавили еще урона керингу. Он почти добил линию третью дальнего врага. В третьем раунде все, что не добьет керинг, добьет Уганда. Если же керинг добьет в третьем раунде свою заднюю линию противника и там никого не останется, тогда этот муравей Уганда, заднюю очередь противника, то есть, получается, второй линии нанесет 450% урона. Это хороший баф, хороший урон. Получается, что за три раунда с шансом в 80-90% мы третью линию убиваем. К этому моменту другие муравьи также немного нанесут урона первой-второй линии, то есть, они уже будут не так сильно дамажить. Нас они тоже будут бить, но у нас все-таки большинство урона будет влетать по первой линии и по второй немного. Керинг чаще всего будет выживать. И к четвертому раунду весь урон от керинга и остальных муравьев, в частности, будет влетать уже по второй линии. Линии керинга муравьи будут убивать черно-желтого муравья-паука, поэтому он тоже будет получать урон. И поэтому, вкупе, в совокупности, я считаю, что это будет самая лучшая сборка. Черно-желтый муравей-паук в первой линии, вторая линия компонотус-уганда, и третья линия керингский муравей-прогон. Двух муравьев нужно будет купить и играть ими. Прокачать их не так сложно. Конечно, да, со звездами будет лучше, но, тем не менее, у кого их нет или пока еще нет, ивенты будут запускаться, и вы без проблем сможете их приобрести. С компонотус-уганда немножко посложней. Его не так просто получить. Это муравей, который падает из... Пришел к нам из острова. На острове они падали. Если посмотрим вылупления, то у нас из обычных оранжевых спецъяиц вылупляется компонотус-уганда, но шанс, сами знаете, что очень низок. Так, где он тут шанс у нас пишется? Смотрим. Компонотус-уганда 0,05%. Шанс низкий, но, тем не менее, шанс получить его есть. И собрать эту сборку вполне возможно. И думаю, что те, у кого уже есть два муравья из этой сборки, они приложат максимум усилий для того, чтобы собрать себе третьего муравья и получить такую команду. Если у кого-то есть это, оставьте свои координаты, пожалуйста, и дайте ссылки, скриншоты, посмотреть, как показывает такая сборка. И прав ли я в том, что это будет хорошая боевая армия для того, чтобы сносить всех и вся. Возможно, эта армия не зайдет в атаку на гарнизон, если там будет стоять 3-4 отряда. Но 1-2 отряда она без проблем пробьет даже хорошего донатного игрока, который хочет быть сильнее, чем все остальные. Что ж, если у вас остались вопросы, в описании под видео есть ссылка на дискорд, где можно дальше еще обсудить. В дальнейших роликах я покажу еще одну сборку на муравьев-стрелков, в которой будут другие муравьи, и которая будет играться немножко по другому принципу. Эта же сборка была нацелена на то, чтобы противостоять сопернику, если у него есть черный, желтый паук-муравей, который сейчас, я думаю, что будет у большинства игроков. Ну что ж, на этом нам пора прощаться. Всем хорошего дня, хороших выходных. Да пребудет с вами сила!